Мир вам, братья и сестры! Вы слышите этот гимн, который пел хор ваш, и все вместе Господь грядет, братья и сестры, и для Него жить надо, слава Богу! Я вот, друзья, пою псалома, я вспомнил этот чудесный гимн, там есть такие слова Неужели, мой Бог, я останусь, когда ты за своими придешь? Неужели, мои братья и сестры вознесутся в небо, а я останусь на этой земле? Сегодня вопрос звучит моему и вашему сердцу, братья и сестры Неужели, мой Бог, я останусь? Для Бога жить, для Бога жить, это наш удел и наша доля, слава Богу! Братья и сестры, мы с вами живем в Америке, которая отошла от Господа, и все дальше и дальше уходит от Него, Но мы, как верующие люди, были среди братьями моими, сказано Давайте мы не только будем называться, но носить внутри эту живую, эту святейшую веру, которая нас укрепляет, которая нам помогает, которая нас ведет по нашей жизни, слава Богу! И в другом слове есть такие слова Хорошо, когда сердце свободно, хорошо, когда нету в нем зла, хорошо, хорошо и спокойно той душе, где всегда тишина, где Господня благодать сегодня действует в сердце, братья и сестры, и при скорбях, при трудностях, легко человеку, потому что в нем живет живой и вечный Бог, слава Богу! Друзья мои дорогие, как и мои братья говорили, я скажу, я благодарен Богу, что могу сегодня быть среди вас, что могу быть в этом богослужении, и вы знаете, почему-то вот сижу, братья поют, а я, сестры, вспомнил это место, и желаю почитать два стиха, это восьмая глава послания апостола Павла Римлянам, первый и второй стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Слава Богу! Братья и сестры, если тебя и меня Бог освободил от закона греха и смерти, то живи сегодня для Бога, то служи Ему всем сердцем, пусть твое сердце будет расширено для Него. Друзья мои, мы не можем одной ногой в мире стоять, другой в церкви. Слава Божие говорит, не можете ослужить Богу и мамоне, двум господам не можем служить, потому что одному будем усердствовать, а другому не родить. Братья и сестры, я сегодня хотел бы немножко поговорить, вы знаете, и так сижу и вспоминал места Писания, и некоторые из них я сейчас открою, и думаю, мы все порассуждаем. Смотрите, первое место, это Псалтир, 26-й Псалом, 8-й стих. Сказано так, «Сердце мое говорит о Тебе, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи». Братья и сестры, что сегодня я ищу в этом мире? Что ищешь ты сегодня, брат и сестра? Что ищет твое сердце, в котором Бог нашел себе жилище, в котором Бог построил себе свой храм? Слава Богу! В котором Бог сегодня обитает, и Он желает, чтобы в храме Его все говорило о Его славе, о Его величии, о Его красоте и могуществе. Брат и сестра, если ты сегодня сидишь и не молишься, но по обряду пришел в дом молитвы, потому что день воскресенья, то Бог говорит тебе сегодня через братские проповеди, «Приведи себя в порядок». Дорогой друг, «Приведи себя сегодня в порядок». Мы слышали, брат Гриша сказал, была прекрасная дочь у него, была 20 лет вдовой, имела девятерих детей, она помогала отцу и матери, она возле них была всегда, но Бог ее забрал. И я понимаю, друзья мои, сегодня брата Гришу, его 90 уже с лишним лет, Господи! Но я верю, брат Гриша, Бог не оставлял вас, от чрева вашей матери, Он не оставит вас до того дня, когда скажет, «Сын мой, взойди сюда, я приготовил тебе там место, слава Богу!» Он никогда своих не оставлял. Поэтому, друзья мои дорогие, сердце мое говорит о тебе, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи! Брат и сестра, скажи сегодня, что ищешь ты? Чем наполнена жизнь твоя? И какие твои приоритеты в жизни? Что у тебя на первом месте? Друзья, вы мне не отвечайте! Вы скажите себе, своей совести, своему сердцу, Бог ваш услышит! Друзья мои, эта страна развращается, идет к пропасти, и Дух Святой по всем церквям говорит, скоро время поменяется, скоро будут скорби и трудности и испытания для моего народа, и я многих буду забирать от этой земли. Друзья дорогие, вы будете видеть погребение за погребением, не будете успевать хоронить мой народ, говорит сегодня Дух Святой. Брат и сестра, скажи, если я и ты не готов, и Бог придет, кого он будет брать? А ведь мы не знаем. Вчера дочь брата Гриши ушла. А может быть для кого-то из нас сегодня последнее служение, братья и сестры. И кто сегодня готов, и кто следующий? Давайте мы подумаем, братья и сестры. Мы всегда думаем, да, люди старые уже, в преклонном возрасте, им уже присуще, потому что Божье Слово так говорит. Дней и лет наших жизней 70, при большей крепости 80 лет, и лучшая пора их труд и болезнь. И они уходят, и мы летим, братья и сестры. Но есть счастье в том, быть христианином или христианкой, что мы носим образ живого Бога. Слава Богу! В нашем сердце он нашел себе место, и там построил свой храм. Братья и сестры, я не знаю, как здесь, в Америке, но кто еще из Союза приехал, уже в таком возрасте, вы помните, я как-то у себя в церкви это не раз говорил, почему-то он мне вспоминается всегда. сердце человека, это как наш дом, наша квартира. И сколько места в моем и вашем сердце для нашего Бога? Скажите. Помните, там была прописка временная, прописка постоянная. Помните, такое было, да. И если Иисус сегодня в моем сердце или в вашем на временной прописке, то, друзья мои, нам трудно будет. Потому что ветры этого мира, а вы знаете, что сегодня дух обольщения, дух отступления, дух Антихриста набирает силу, потому что приближается время Его. Братья и сестры, и для Него мир не значит, потому что Он Его. Для Него важны сегодня мы с вами, братья и сестры, те, которые Ему не повинуются, те, которые противостоят Ему, те, которые именем живого Бога побеждают Его. Слава Богу! Друзья мои дорогие, придет завтра испытание в мой ли ваш дом, в мое ли ваше сердце. Скажите, что я смогу сделать, если закон Духа жизни во Христе Иисусе не освободил меня от закона греха и смерти. И я раб греха, и я раб удовольствий, различных похотей и страстей. Друзья, поймите, я никого из вас сегодня не сужу, и я говорю себе, но и всем слушающим, пусть наше сердце будет чистым и открытым для нашего Господа. Друзья мои, время будет очень быстро меняться, и об этом Бог говорит, и как важно, чтобы я и вы были готовы. Были готовы, потому что прозвучит от труба. И кто будет готов, тот восхитится. И неужели, мой Бог, я останусь? Неужели на скорби, на страдания? Неужели ты меня не возьмешь от этой земли? Ведь я ходил в собрание, и я проповедовал, я пел, я молился. Но, брат, дорогой и сестра, давайте мы сегодня с вами посмотрим на наши сердца, чем наполнены они? Ибо, говорит, Божье Слово, это не мои слова, от избытка нашего сердца, то есть, от наполнения моего и вашего сердца, будут говорить наши уста. Так или нет, друзья мои? То, что мы сюда заложим, то мы будем и этим будем жить. Вы знаете, сегодня компьютерная система в этом мире очень расширяется, очень сильно-сильно. И какую программу туда уведут, такая она там и есть, правильно? И какой мы хочем, файл анти, мы раз-два, раз-два и нашли, и нам есть информация. Друзья мои, дорогие, как важно, когда наши старшие братья были в вузах, тогда не было этой компьютеризации, у них в сердце был живой Бог, там не было Божьего Слова, там не было песенников, там никто не пел и не проповедовал, там были ужасные условия, но сыновья великого Бога, имея в сердце своем живое, от Бога Слово им жили, слава Богу. И если мысль приходила, то Бог включал в том человеке тот файл в его мозгах или в его сердце и открывалось место из Писания пред его взором, слава Богу. И братья этим жили, братья этим двигались, друзья мои дорогие. Скажите, сегодня человек не успел на ноги встать, он уже с айфоном ходит, айпед и многое другое. Они заняты только этим, братья и сестры, давайте мы закроем это нашим детям. И я говорю вам, как отец для своих детей, потому что мы не оглядимся, когда они повзрослеют, и тогда уже что-то доброе вложить будет поздно, когда уже сосуд наполнен не тем, чем должно. Вы все, наверное, знаете, и не раз видели брата Дмитрия Беспалова, он говорил, пакуй свое сердце, свои мозги с молоду, хорошим, добрым, Божьим Словом. Друзья мои, смотрите, еще одно место читается тоже, это уже будет тоже Псалом 30-й, последний стих 25-й, мужайтесь, и доукрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа, слава Богу. Друзья мои, дорогие, смотрите, еще один Псалом, это будет 50-й Псалом, 12-й стих, сердце чистое сотвори во мне Боже, и дух правый обнови внутри меня. Давид просил Бога в своем тяжелом состоянии и просил Господи, сердце чистое сотвори во мне, и дух правый обнови внутри меня. Дорогие друзья, я хочу кратко поделиться некоторыми мыслями. Вы знаете, я однажды в церкви готовил эту проповедь, но мне не пришлось ее говорить, потому что, ну, были другие обстоятельства, и если Бог позволит, то я скажу, сегодня хочу вас кратко напомнить ее. Давайте мы прочитаем с вами второе послание Коринфянам, 6 глава с 11 по 13 стих. Здесь речь апостола Павла обращения к своим братьям. Он говорит так, «Уста наши отверстие к вам, коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно у нас, но в сердцах ваших тесно, в равное возмездие говорю, как детям распространитесь и вы». Друзья, дорогие, апостол Павел переживал за сердце человека, за сердце своих братьев и сестер, что в некоторых сердцах было тесно, друзья дорогие, и некоторые люди не принимали Павла, не принимали его сотрудников, но как-то, знаете, со стороны смотрели на них, и сердце было закрытое, и он говорит, «В нашем сердце свобода для вас, оно для вас расширено, в равное возмездие, и вы распространитесь, чтобы и в ваших сердцах было место для нас». Друзья мои, дорогие, как важно сегодня иметь сердце свободное от греха, сердце чистое, сердце ничем не занятое, и вы знаете, я прочитаю несколько характеристик открытого и закрытого сердца, а мы давайте с вами порассуждаем, в каком положении нахожусь я и мое сердце. Друзья мои, смотрите, характеристика открытого сердца. Первое, нет греховной тайны в моем сердце, нет греховной тайны, никакого-то потаенного уголка в моем сердце нет. Почему? Потому, что я покаялся, потому, что я исповедовался, потому, что я очистил себя. Это первый шаг, друзья мои дорогие, и Бог начинает занимать это сердце, потому, что ему есть место. Так ли нет? Это характеристика первая, открытого сердца. Нет греховной тайны, а где нет греха, там что есть? Там есть Бог, где есть грех, там его нет, друзья дорогие. Давайте будем это помнить. Второе, сердце, очищенное от греха, оно подтверждает первый пункт, очищен, то есть в нем произведена работа, работа в моем и вашем сердце произведена при нашем желании, при нашем хотении. Если я вижу, что мое сердце чем-то загружено, а я хочу, но не могу, и я хочу служить Богу, мне что-то мешает, и я хочу проповедовать, я не могу читать, и я хочу молиться, а молитве нет. Что это, друзья мои дорогие, скажите, сердце чем-то наполнено. Наверное, вы не раз завещали в вашей жизни, придешь на собрание, две-три минуты молитва, и все замолчали. Друзья, скажите, почему это так? Что произошло с нашим сердцем? есть если в нем покой и чистота, есть в нем благодать Святого Духа, то она будет переливаться через мои ваши уста, и мы не будем молчать, мы будем славить Бога, слава Богу. Почему? Потому что сердце расширено, оно свободно от греховной зависимости, оно свободно и очищено от греха. Третье, братья и сестры, сердце исцелено от боли, слава Богу. Когда оно от боли исцелено, то оно способно воспринимать Божью благодать, Его живое святое Слово, и там оно отлагается, и как я уже говорил, в нужный момент, братья и сестры, Бог напомнит мне и вам, откроет тот файл, в котором это Слово. И в трудный момент нашей жизни, когда будет горле испытание, мы будем думать, Господи, как поступить? И только закрыли глаза, Господи, помоги мне, дай мне свет, дай мне услышать Твой голос или Твое Слово. Друзья, я уверяю вас на все сто процентов, Бог, если ваше сердце им наполнено, даст сам ответ, слава Богу. И поможет вам. Далее, четвертое, нет неразрешенных конфликтов. Братья и сестры, а как многие сегодня сердца в конфликтах, в каких-то ссорах, в каких-то неприязнях, в каких-то, знаете, неправильных отношениях друг между собою, или взаимоотношениях. Вчера кто был на братской, помните, братья говорили там, очень важно наше взаимоотношение с нашим Богом. Это вертикаль земля и небо, то есть я и мой Бог. Если эта вертикаль правильная, мои взаимоотношения с моим Богом правильные, они могут быть тогда правильнее, когда мое сердце чисто, слава Богу. Но когда оно занято чем-то, друзья мои дорогие, и там нет места Богу, мне трудно сидеть в собрании, я не могу молиться, я не могу петь, я не могу не грешить, потому что я чем-то порабощен, я чем-то обременен, так или нет, братья и сестры, пусть Бог поможет нам, чтобы мы не имели, то есть не имели в нашем сердце оно было свободно и никаких неразрешенных конфликтов, чтобы мы их не носили. Пятое, тесная связь с Богом, это характеристика открытого сердца пред Богом, тесная связь, вот как раз это вертикаль, я и мой Бог, тесная связь, эта связь не нарушена, друзья мои дорогие, старайтесь, чтобы эта связь всегда была налажена, чтобы враг не перерезал ее своими какими-то делами, далее, шестое, глубокая молитвенная жизнь, друзья, об этом можно, это целые проповеди, я только говорю за главные слова, глубокая молитвенная жизнь, что это такое, братья и сестры, это когда сердце свободно от всякой зависимости, когда в нем Бог, сердце ликует, сердце плачет, сердце с Богом, льются потоки живых вот с этого сердца, почему? Потому что этот человек ведет глубокую молитвенную жизнь, друзья, мы и мы сегодня люди, вспомните жизнь молитвенную Иисуса Христа, представьте себе на мгновение, он был Бог, но всякое решение, которое он должен был решать, в то время в Израиле, он ночью совет с Богом, Отцом Небесом держал, так или нет? Да, мы много раз считаем, что он уединялся, уходил в горы, друзья мои, в свои места, и там у него была глубокая молитвенная жизнь, общение с своим Отцом, там он силу черпал, и когда опускался с горы вниз, конечно, он был наполнен силой, благодатью, и он разливал это тем, кто в чем нуждался, слава Богу, таким, должен быть сегодня христианин, глубокая молитвенная жизнь, седьмое, легко идет на контакт, он мирный, с ним нет проблем, ты можешь поговорить, ты сможешь с ним договориться, ты можешь помочь, ему, он тебе, легко идет на контакт, а вы знаете, есть закрытые люди, как-то хочешь подойти, но все не получается, я думаю, встречали таких людей, друзья мои, давайте, чтобы я и вы такие не были, мы должны быть открыты, свободы, так, 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 не так, как говорит Божье Слово, да будет у вас да-да и нет-нет, а что сверх того, то вы знаете от кого, поэтому, друзья мои, пусть Бог поможет нам, чтобы мы легко ушли на контакт, мы были открытые, восьмое, искренне любит Бога и людей, открытое сердце, искренне любит Бога и любит людей, какие бы они ни были, не только своих друзей, но даже недругов, друзья мои дорогие, слава Богу, идем дальше, девятое, нет сознательного греха, братья и сестры, бывает, как помните, говорит Псалмопевец в восемнадцатом Псалме, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы они не возобладали мною, тогда я буду чист от этого великого развращения, которое в этом мире, друзья, если есть тайный грех, вовремя приведите себя в порядок, это первый пункт, покаяние, исповедание, оставление греха, слава Богу, и, друзья мои, десятое, это последнее отсутствие горечи, обиды и непрощения, как многие люди сегодня этим порабощены, горечь обиды, нет мира, нет согласия, не хотят видеть друг друга, братья и сестры, я себе первому говорю, читаю вам и себе и ловлю себя на мысле, Господи, помоги же мне быть человеком с открытым сердцем, а если что-то есть, то пока мы еще живы, удалять это, братья и сестры, и дальше, смотрите, как бы вывод идет, у этого человека, который с открытым сердцем, вечные ценности, не временные, не земные, но вечные ценности, он помышляет о горнем, а не о земном, у него все на своем месте, у него правильные приоритеты расставлены, главные вещи, это то, чтобы сердце было в Боге, смотрите, вечные ценности, у него чистые мысли, это человек милостивый, он верный, он кроткий, он смеленный, он долготерпеливый, он воздержан, он искренний, он праведный, он святой. Братья и сестры, церковь, здесь в Деяноле, и я желаю, чтобы вы имели такие сердца, чтобы все ваши, вы, братья, мужья, жены, дети, внуки ваши, кто кого имеет, родных и близких, чтобы все вы были с этим открытым сердцем, полным Божьей благодати. И еще, друзья, спеша уже тоже проведу несколько характеристик, это уже будет еще одно место, смотри, я читаю, это уже 15-я глава Матфея, я думаю, вы припоминаете эти слова, которые говорил Иисус в свое время, 15-я глава Матфея, 15-й стихе ниже, Петр же, отвечая, сказал ему, изъясни нам притчу сию. И Иисус сказал, неужели вы еще не разумеете, еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. И 19-й стихе, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кража, лжесвидетельства, хуление. Друзья мои, и многое другое. Дела плоти, это характеристика закрытого сердца. И смотрите, друзья мои, какие тоже есть показатели этого сердца. Первое, в человеке есть тайный грех. И сердце его сжато, закрыто, и Божья благодать его не касается. Что же делать, друзья мои? Я говорил уже в начале, исповедание и покаяние, пред Богом со слезами, пред братьями, пред церковью, и приходит свобода. Слава Богу. И очищается сердце. Второе, грех всегда ожесточает человек. Наверное, в жизни наблюдали, скажи слово, не колкое, тихое, мирное, и человек почему-то будоражится, знаете, вот ему не нравится, он куда-то уходит, он что-то не то начинает делать, он не так на тебя смотрит. А почему, друзья мои? А потому, что закрытое сердце, и есть причина. И он какой? Грех всегда ожесточает сердце. И человек ожесточен. Третье, смотрите, сердце не исцелено от боли. Это бой греха, бой какой-то зависимости, да, в нем внутри находится, нужна свобода, а он не может этого сделать. Далее, четвертое, есть неразрешенные конфликты. Братья и сестры, очень многие конфликты могут нас связывать. Кто был чернобратской, помните, брат Саша тоже говорил, Горбонь, в пропаде своей, что можно сегодня ввязать? И мужья, жен, жены мужей, дети, родители, родители детей, и многое-многое другое. И вы знаете, что неразрешенный конфликт в сердце человека, он связал его, у него нет свободы, он не может свободно дышать, свободно идти, проповедовать, говорить. Если сердце свободно, тогда благословение. Смотрите дальше. Пятое. Постоянная критика, обвинение других. Вы замечали, друзья мои? Люди есть такие, что вот сели в собрании, посредине, сзади, они всех замечают, они всех видят, они всех критикуют. Сегодня не так пели, та сестра, или брат, не так оделся, тот брат не так проповедовал, не так говорил, не так молились. Все не так, и все не так. Вы видели, друзья, наблюдали сегодня, люди говорят, та Америка такая, называют там, по какому-то имени, та такой президент, такое правительство, та такая церковь, такой пастор, такой хор, такие проповедники, все не так. Вы наблюдали, друзья, встречали в жизни таких людей. Храни нас Бог, чтобы мы были такие, братья и сестры, когда сердце закрыто, и чем-то недобрым наполнено, то мы всегда других заметим, всегда на других укажем, что ты не прав, брат, ты, сестра, не таков, ты не так поступаешь. Но мудрость говорит, поменяй себя, и вокруг тебя все поменяется. И ты увидишь то, что ты раньше видел другими глазами. И ты увидишь других людей. Слава Богу! Друзья, пусть Бог поможет и мне, и вам это делать в нашей жизни. Идем дальше. Шестое. Человек конфликтный. Ну, это тоже подобное, да. Ну, какое-то маленькое раздражение, он уже вспыляется, он уже, ну, не может выслушать. Часто такие люди перебивают того, кто говорит. Часто такие люди противоречат. А ведь мудрость говорит, когда кто-то говорит, то ты молчи. Когда он закончит, начни ты говорить. Правильно, братья и сестры, да? Это просто, говорит, даже в этом мире этикет такой, а тем более у христиан. Такие люди невоздержанные. Ты будешь что-то говорить, оно по слову оборвет тебя и насыпет, насыпет, в дверь и ушел. Я думаю, такое замечали. Далее. Тяжело идет на контакт. С какой бы ты стороной не подходил, нельзя к нему подойти. Он неприступный, как крепость. И кажется, в 18 главе притча, не помню, какой стих, 19, написано, что брат ожесточившийся, как неприступный город или крепость в этом городе. Вы слышали, братья, сестры? Брат или сестра, которые ожесточились, это как неприступный город или крепость. Идем дальше. Восьмое. Безразличие к Богу и к людям. Эти люди идут по течению. Они ходят в собрания, они посидят, пошли. Бывает им тяжело, они выходят, трудно и много, долго проповедуете, на часы уже смотрят. Вы наблюдали таких? Брат, ты затянул сегодня на две минуты, ты не мог раньше закончить. Ну, кажется, что такое две минуты, друзья? Имеем сегодня свои в церквях. Никто нас не гонит, не притесняет. Слава тебе, Боже! Помоги прославить тебя в этот день. Так или нет? Мы куда-то все спешим. Такие люди так поступают. Девятые. Есть наличие сознательного греха в этих людях. Хотя они скрывают, хотя они бывают, как-то, знаете, ведут себя, ну, стараются, но видно в человеке, что, что-то не то. И когда человек осознает и кается, то Бог дает ему свободу. И десятое. Есть наличие горечи, обиды, непрощения. Братья и сестры, я прочитал характеристику открытого и закрытого сердца. И давайте я и вы теперь посмотрим на себя. Не мне, не друг другу, но каждый себе дадим ответ. На какой стороне мое сердце? И чем оно наполнено? Друзья мои, для нас ярчайший пример из Слова Божьего. Плевел, когда растет, то среди пшеницы не видно его, что он плевел. Не видно, друзья мои. И поэтому Иисус говорил, что, чтобы вы, выбирая плевел, не вырвали добрые семьи. Помните? Пусть растет то и другое до жатвы. Но разница между плевелом и пшеницей, пшеница, наполненная этот колосок хлебом, зерном, сгибает твою голову, как смеленный человек сгибается, не гордится, не превозносится, а плевел все тянет голову вверх. Хочет быть выше всех, лучше всех, красивее всех. Друзья дорогие, это просто такая маленькая характеристка, думаю, вы это знаете. И как хочется быть тем зерном, тем колоском, в который есть добрые плоды, есть питание и жизнь, братья и сестры, нас к этому Бог призвал. И еще последнее. Посмотрим, например, нашего брата, который жил давно-давно перед нами, Иосиф. Он подобно нам жил в другой стране. Но мы не порабощены, а он был в рабстве. Напомните, как он, каков он был, не плевел, но зерно, сколько было искушений, сколько было предложений, греховных. Но он говорил, я боюсь Бога, как я сделаю это зло. И вы знаете, братья и сестры, святого человека с открытым сердцем Бог проверяет, Бог испытывает, посылает трудности, какие-то искушения, но он все при помощи Божьей проходит и не ропщит. И в конце концов, как Иосиф в свое время увенчался великой победой. Слава Богу! Был раб там внизу в тюрьме, а стал вторым по фараону. Слава Богу! Кто это делает, братья и сестры? Это делает Бог тому человеку, у кого открытое, расширенное сердце пред Богом и пред людьми. Слава Богу! Ему Бог настолько много мудрости дал, что Он кормил весь Египет. И Израиль к нему приходил. И все окружающие страны приходили за хлебом. Почему, друзья мои? Потому что один человек был правильный. Слава Богу! И 127-й Псалом говорит, блажен всяк боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов Твоих блажен ты и благо Тебе. Жена Твоя как плодовитая лоза в доме Твоем и сыновья Твои как масличные ветви вокруг трапезы Твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Слава Богу! Благослови Тебя Господь Сиона и увидишь благоденца Иерусалима во все дни жизни Твоей. Увидишь сыновей и сыновей Твоих мирно Израиля. Друзья мои, очень важно, мужья, братья, Бог дал вам сегодня великую ответственность в доме своем быть священником, главою и быть на своем месте, потому что от вас очень многое зависит. Блажен всякий, боящийся Господа и что? И ходящий путями Господними и там следует целый перечень обетований. И если ты будешь бояться Бога и у тебя будет открытое сердце, то Бог дает тебе очень много благословений и обетований жизни. Седьмой псалом я на память вам оставляю его. Пусть Господь поможет нам, чтобы я и вы, когда явится Господь на облаках, мы не пели этот горечный псалом. Неужели мой Бог я останусь, когда ты за своими придешь? Может кто-то из вас получал или получает в свое время журнал Слово Христианина. Не помню, кажется, в 90-х годах или начало 2000-х там была такая статья, думаю, может Бардиша знает, был брат в Хмельницком, жил Виля Морозовский. Он уже в вечности, он нес епископское служение, был очень такой боговязный брат, молитвник сильный, и они написали статью, и как-то я читал, и знаете, она очень тронула мое сердце, написано, его любящее сердце могло уместить всех. Братья и сестры, я не буду о нем говорить, он был прекрасный человек, он прожил пред Богом, узник, труженик, страдалец от Господа, но люди, знавшие его написали, его любящее сердце могло вместить всех. Слава Богу! Я хочу, братья и сестры, чтобы ваши любящие сердца, открытые сердца, могли вместить всех, и вы были готовы и расширены вашим сердцем помочь многим, окружающим вас, друг другу, ибо в единстве есть сила, в единстве есть благословение, если что-то не так, кайтесь, исповедуйтесь, пока эта песня еще не звучит, неужели мой Бог, я останусь, когда ты за своими придешь. Друзья, вы найдите этот псалом, даже можете хором спеть его, он очень хороший, там очень хорошие слова, они приводят в слезы людей, мы видим нашу жизнь, да поможет вам Бог, друзья дорогие, живя в этом мире, мы не знаем сколько нам осталось, может кто-то из нас уже не увидит друг друга дальше, мы не знаем братья и сестры, мы сегодня уедем, вы останетесь, мы там, мы здесь, но давайте будем молиться друг за друга, давайте будем просить у Бога милости, нашим молитвам выходить в каждую церковь, каждого брата служителя, каждую семью, и это будет наш великий труд, и когда мы будем в этом преуспевать, мы придем в дом молитвы, у нас будет что Богу сказать, друзья дорогие, закрытое сердце молчит, ему нечего сказать, но открытое сердце, наполненное Божьей благодатью, это сердце глубокой молитвенной жизни, оно будет говорить пред Богом, и вы это будете слышать, слава Богу, да благословит вас Господь, чтобы каждый из вас были люди с открытым пред Богом и людьми сердцем, чтобы ваши сердца были способны вместить в них всех, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok